Вот туда вот посмотрите, или вот здесь, где машины ездят. С той стороны дома, там вообще ужас. Разбитые дороги в крымской столице – проблема номер один для всех, как для водителей, так и для пешеходов. Известный факт – чем дальше от центра, тем хуже виды. Изношенный асфальт, ямы и ухабы, разрушенные тротуары. Для жителей улицы Белла Куна раньше это было привычным зрелищем. Но в последний месяц положение начало меняться в лучшую сторону, пока дорожные полотна обновляют выборочно. На все не хватает средств, и, конечно, все будет сделано при поступлении следующей суммы денег. Как объяснили в Горсовете, сейчас в Симферополе работает несколько программ по ремонту межквартальных проездов и облагораживанию придомовых территорий. Включить конкретные участки в проекты благоустройства помогут органы местного самоуправления. Для этого активу дома нужно собрать общий совет, чтобы затем вместе со своим мажоритарным депутатом обсудить, что нужно привести в порядок. Туда входят лавочки, туда входит освещение, туда входит асфальтирование, детская площадка, урны. Надо контактировать, конечно, с местной властью, со своим депутатом по определению каких-то ключевых моментов, которые, допустим, это же мы тоже должны учитывать мнение наших горожан, мнение наших жителей, и, естественно, первоочередную включать те дворы, которые они просят. Я так думаю, каждый житель того или иного округа знает своего депутата, за которого они, наверное, голосовали, ну, даже если не голосовали, есть актив округа. Городскую программу по асфальтированию внутридворовых проездов запустили в прошлом году. Проект продолжается до сих пор. Средства на реализацию берут из местного бюджета. В 2017-м на эти цели выделили 103 миллиона рублей. Перечень проблемных зон городских жилых районов уже в работе, но постоянно дополняется. Формируются списки на следующий год. Хоть масштабы изменений и зависят от финансирования, успех в этом деле за совместной работой чиновников и горожан, уверяют в горсовете. В каком формате формируется список, каждый депутат, мажоритарщик, у нас их 19 округов на сегодняшний день, формирует тот список необходимо срочных внутридворовых проездов, которые нужно сегодня отремонтировать. Естественно, мы подаем заявку в ДГХ, где указываем четкий двор, адрес, где нужно проводить внутридворовые проезды в порядок. Мы определяем самые худшие дворы и начинаем с них. Потом поэтапно идем дальше. Мы определяем их по обращению граждан. Это первое. Естественно, каждый депутат-мажоритарщик знает территориальную степень своей ответственности на округах. Естественно, знает все свои дворы. И он вносит в список те дворы, которые, как бы он считает, нужно по периодичности. Какие первые дворы сегодня нужно в первую очередь выполнить, какую во вторую, какую в третью. Между тем, улучшение периферийных проездов имеет для города принципиальное значение. Альтернативные пути могли бы существенно разгрузить главные улицы, на которых транспортное напряжение особенно усиливается в часы пик. Так, например, чтобы добраться до микрорайона Загородный, не обязательно заезжать на кольцо объездной дороги. Попасть на Ковыльную минуя пробку можно по параллельным проспекту Победы улицам Сельвинского и Николаевской, которые из-за их состояния пока, к сожалению, обходят стороной. Анастасия Сухарева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.